Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам связать носочек из прямоугольника. Для вязания прямоугольника измеряем нашу ногу. Вы видите на экране схему, как мы с вами обвели ногу и измерили ее. То есть берется ширина стопы в районе пятки. Это является основой, центр нашего вязания. У меня это 5 сантиметров. Добавляем столько же влево и вправо. И таким образом мы с вами определяемся с размером нашего прямоугольника. Вы видите на экране расчет. 5 сантиметров у меня это 19 петель. 19 петель является центральной частью. Всего я вяжу 70 рядов. Делю 70 рядов на 2 части. Получается 35 рядов первый элемент, 35 рядов второй элемент. Начинаем вязание с того, что набираем 19 петель центральной части. Которую мы с вами уже определили. И провязываем высоту пятки. Высота пятки те же 5 сантиметров. То есть я набрала 19 петель резинкой, провязала высоту 5 сантиметров. Далее мы делаем добор в обе стороны по 19 сантиметров влево и 19 сантиметров вправо. Таким образом у меня получается набирается на иглах машины полная ширина прямоугольника. Вяжем первый элемент 35 рядов. Внутри можно выполнять полоски. Мы не стали делать полоски по краям, чтобы не выполнять протяжки и не завязывать узелки. Делаем полоски исключительно в середине полотна. Частичным вязанием. То есть выставляем крайние иглы в переднее положение. Включаем рычаги частичного вязания. И провязываем два ряда внутри полотна. Получаются отделочные полосы. После того, как мы закончили первый элемент. Провязали 35 рядов. На крайних петлях делаю меточки. Эти метки мне пригодятся для зашивания носка. И дальше мы вяжем остальную часть нашего носка 35 рядов. Постепенно перенося петли с основной игольницы на переднюю. Таким образом мы выходим с вами на полный ластик. Я выполняла перенос петель через 6 рядов. Когда закончили вязание нашего полотна, поставили метку посередине. Нам это нужно будет для того, чтобы сделать сборку носочка. И снимаем на брусовую нить наше вязание. Получаем вот такую интересную конструкцию. Видите, там где у меня носок идет хорошая стяжка полотна. За счет того, что у меня выполнена резинка. В основании полотно достаточно широкое. И теперь мы собираем наше полотно. Там где у нас была метка центральная, это середина сборки. Делим наше полотно на 4 части. И на каждую иглу у меня получается, мы надеваем по 4 петли. Первые две четверти у меня надеваются на иголки. Вторые четверти, соответственно, с правой и с левой стороны. Таким образом я получаю достаточно небольшое количество петель, которые закрываю любым известным мне способом. Я закрывала косичкой. Не забудьте определиться, с какой стороны у вас лицо, с какой изнанкой. Я закрывала петли по изнаночной стороне. У меня изнанка оказывается снаружи, потому что шов по носочку и шов по подъему ноги у меня будет выполнен по изнаночной стороне. Зашиваете шов от носка до меток и сшиваете боковые стороны пятки. Таким образом мы с вами получаем наш замечательный носочек из прямоугольника. Надеюсь, видео было вам понятно, интересно. И если оно вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Также подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Обязательно приходите в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...